Буквально в 300 метрах от железнодорожной станции Запорожье-1 есть еще железнодорожная станция. Как и многие областные центры, Запорожье имеет и свою детскую железную дорогу. Работает она только в летний период. Первый поезд справляется в 10 часов, последние 15-25. Железная дорога закольцована, так что приезжайте и отправляйтесь вы с одной и той же платформы. Сама железнодорожная станция довольно-таки большая, есть свой зал ожидания. Также рядом находится зооуголок, который в принципе превратился в мини-зоопарк своего рода, где вы можете совместить параллельно с посещением железнодорожной станции и осмотр зверей, скажем так. На территории бывшего Советского Союза детская железная дорога была самая молодая и третья по протяженности. Открыта она была 19 мая 1972 года, в день 50-летия пионерской организации. Есть три платформы, на которых останавливается поезд, но в основном люди на нем не выходят, то есть поезд стоит там 2 минуты 3, наверное, все-таки поезд стоит. Можете выйти, прогуляться по платформе и в принципе поезд делится потом дальше. То есть вся поездка занимает где-то 30-40 минут. Раньше платформ было больше, но как мы видим, некоторые платформы заброшенные, то есть поезд на них не останавливается. Кстати, при детской железной дороге было очень много кружков, в которых занималось до 1000 юных железнодорожников. Мы видим сейчас на видео и обслуживающий персонал, здесь тоже как бы школьники, да, обучение. Ну и сейчас ведется железнодорожным профессиям, начиная от проводника и машиниста, окончая начальником станции. Ну а летом, как мы видим, дети проходят успешную практику. Так что обязательно посетите Запорожскую детскую железную дорогу. Спасибо. Спасибо.